ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ОСАГО в скором времени может подорожать более чем наполовину Это станет следствием увеличения лимита выплат по вреду здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей Сообщили в Российском Союзе автостраховщиков Впрочем, успокаивает организации, для водителей, которые не попадают в аварии Повышение может быть не слишком ощутимым Кроме того, на ближайшее время запланировано расширение тарифного коридора автогражданки Сейчас базовая ставка для легковых авто, принадлежащих физлицам Находится в границах от 2,5 до 5,5 тысяч рублей ТРАССА 101 Башкирские депутаты предложили Госдуме обсудить законопроект Который предусматривает конфискацию транспортного средства у россиян, попавшихся на пьяном вождении, повторно Парламентарии настаивают на том, что машина, являясь источником повышенной опасности, может стать орудием убийства Зная, что за пьяное вождение можно лишиться автомобиля, человек хорошо задумается, стоит ли садиться за роль нетрезвым Подчеркнул один из законотворцев ТРАССА 101 Новые автомобили в 2022 году будут дорожать не так стремительно, как в 2021 На это надеются в Минпромторге Одним из факторов замедления роста цен может стать возобновление программ льготного автокредитования и лизинга Что, скорее всего, произойдется не ранее марта 2022 года По данным ведомства, новые легковушки отечественных брендов в уходящем году подорожали максимум на 8% Такой оптимизм вызывает улыбку Взять хотя бы Ладу Гранту В начале 2021 года она стоила минимум полмиллиона рублей Сейчас почти 590 тысяч Рост 18% ТРАССА 101 Каждый десятый автомобилист, опрошенный изданием за рулем, хотел бы, чтобы на заправках снова продавались слабоалкогольные напитки Этот товар исчез из АЗС почти 10 лет назад На этом настаивал Минздрав, уверяя, что продажа спиртного на бензоколонках напрямую связана с пьяными ДТП Позиция ведомства осталась неизменная Однако противоположную точку зрения активно высказывает Минэнерго Оно уверяет, что появление в ассортименте АЗС пива и других веселящих жидкостей поправит экономику данных предприятий Впрочем, более 50% участников опроса необходимости в этом не видят ТРАССА 101 Агентство Автостация оставило список наиболее популярных на вторичном рынке легковушек Цены на которые за этот год выросли ощутимее всего Речь идет о трехлетках Возглавил перечень Kia Rio, подорожавший почти на 30% Сейчас за него просят в среднем 1 миллион 90 тысяч рублей На втором месте оказался Hyundai Solaris плюс 23% Актуальный средний ценник чуть более 1 миллиона Бронза у седана Lada Granta, подорожавшего на 21% После трех лет эксплуатации он стоит всего на 60 тысяч меньше абсолютно новой машины На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101